30 мая в России отмечают День химика. На торжественном мероприятии, которое посвящено этому празднику, президент Республики Тарстан Рустам Мениханов отметил химиков Казанского федерального университета правительственными наградами. Подробности в следующем сюжете. 26 мая за многолетнюю плодотворную научную деятельность и значительный вклад в подготовку высоквалифицированных специалистов в почетное звание заслуженный деятель науки Республики Тарстан присвоено доктору химических наук, заведующему кафедрой физической химии Борису Соломонову. И доктору химических наук, директору научно-образовательного центра фармацевтики КФУ Юрию Штырлину. Мы пообщались с Борисом Николаевичем. Он уже более 50 лет служит Казанскому университету, 10 лет был проректором по научной деятельности. Меня формировал уже Казанский университет, и я ему признателен. Потому что действительно, оглядываясь назад, думаю, господи, слава богу, что так все случилось. Борис Соломонов всегда работал в области фундаментальной науки. Для него важен сам процесс, а не результат. Самое главное, что мне за эти долгие годы я работал только над тем, что мне было лично интересно. Это, особенно сейчас, в сегодняшней жизни, большая редкость. И в этом смысле я еще раз хочу подчеркнуть. Благодарен университету, благодарен обстоятельствам, благодарен людям, которые позволили мне прожить в науке так, как я считал нужно. Главное, что, как отметил Борис Соломонов, нужно сделать настоящему химику, это получить фундаментальное образование. Когда ты фундаментально образован, ты можешь решать любые задачи. Если ты серьезно занимаешься фундаментальной наукой, а я старался все время серьезно заниматься наукой, Если ты серьезно занимаешься фундаментальной наукой, значит, ты что-то познаешь новое. Это является целью твоей работы. Другие вопросы, зарплаты, награды. Когда я спросил меня, что внутри, а вот это внутри всегда и было. Мне было интересно это познавать, мне было интересно делать то, чего другие не могут. Это составляло основу. Нужно это, не нужно кому-то. Но если я что-то делал лучше других, то мне это было приятно. Отметим, что 26 мая правительственными наградами были также отмечены ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории перспективные углеродные наноматериалы Айрат Зимеев и доцент кафедры органической химии Альмира Курбангалиева в номинации ученые, ученые-производственники, рационализаторы производства. А старший научный сотрудник лаборатории сорбционных и каталитических процессов Агустина Борецкая и ведущий инженер лаборатории сорбционных и каталитических процессов Артем Ласкин в номинации будущие отрасли. Илья Андреев, Фиолетов, Басов, Универньюс.